МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это загадочное событие произошло в 1974 году в двух километрах на восток от румынского города Айот. Группа рабочих трудилась в песчаном карьере на берегу реки Муреш. Неожиданно искавшая экскаватора, вместе с мелкозернистым песком, на землю выпали три небольших, но очень странных предмета. Эти предметы находились на глубине около 10 метров от поверхности под сильно затвердевшим от времени дерном. Рабочие обратились за разъяснениями к местным властям, и те прислали археолога-любителя. В двух предметах археолог опознал останки какого-то животного, а вот третья находка вызвала у исследователя недоумение. Это было что-то напоминающее каменный топорик. Все три предмета тут же отослали в археологический институт города Клуйнопока. Там артефакты очистили от многовекового налета. Останки животного опознали быстро. Это были части коренных зубов молодого мастодонта. Мастодонты, предки современных слонов, обитали на планете несколько миллионов лет тому назад. Третий же предмет опознать не удалось. Когда провели химический анализ странной находки, то выяснилось, что она полностью из металла и безо всякого сомнения являлась творением рук как минимум представителя рода хомо хабелес, то есть человека умелого. Как этот предмет мог оказаться в отложениях грунта, возраст которого не менее миллиона лет? Эта загадка шокировала ученых. И самое главное, заставила серьезно заподозрить то, что история нашей планеты скрывает что-то очень важное и абсолютно нам неведомое. Странные находки, происхождение которых никто и никак не может разгадать, происходят в мире с завидной регулярностью. При этом исследователи склонны тщательно скрывать факты их существования. И все потому, что таинственные артефакты полностью перечеркивают привычную картину мироздания. В декабре 1852 года неподалеку от Глазго в Шотландии в куске угля был обнаружен железный инструмент необычного вида. Некто Джон Бьюкенен представил эту находку местному ученому совету и сопроводил ее письменными показаниями пяти рабочих, присутствовавших на месте открытия. Ученые изучили предмет и вынесли вердикт. Это наконечник багра, утерянного горняками в доисторические времена. Но предмет-то находился внутри куска минерала. Это во-первых. А во-вторых, добыча углеводородов в этом районе никем и никогда не проводилась. В 1891 году в американском штате Южный Иллинойс опять же в куске угля была найдена золотая цепь длиной приблизительно 10 сантиметров. Плетение было настолько необычным, что привело в изумление всех, кто ее видел. Находка подтверждена многочисленными свидетельствами. Возраст породы, из которой извлекли артефакт, соответствовал пятому геологическому периоду Палеозойской эры. А это было около 60 миллионов лет назад. Чуть позже южноафриканские старатели нашли в одном из месторождений пирофилита несколько сотен металлических сфер. На дом из шаров оказались три параллельные бороздки по экватору. Интересно, что пирофилит – это мягкий минерал, и он образовался около 3 миллиардов лет назад. Шары же, найденные в нем, хоть имели внутри волокнистую структуру, но обладали очень твердой металлической оболочкой, которую нельзя поцарапать даже стальным предметом. Находок из разряда запретной археологии достаточно много. На территории России, конечно, самые известные – это вольфрамовые спирали из месторождения реки Нарада. К слову сказать, вольфрамовые изделия не могут возникать в природе, и их наличие однозначно говорит об их искусственном происхождении. Кроме этого, я напомню об обнаружении каменных дисков. Их в этом году обнаружили, ну, как минимум, в двух местах. Метровый диск был найден, и сейчас, как сказать, доступен для исследований. Он находится в Кемеровском кровеческом музее. В марте его доставили туда, то есть совсем недавно. 31 января 2005 года в Беловском районе Кемеровской области в горной выработке одной из шахт были обнаружены два странных диска. Эти диски, по словам шахтеров, оказались из очень прочной породы – аргелита. Диаметр каждой находки составлял примерно метр, а вес – почти 200 килограммов. Один из дисков был сильно поврежден ковшом экскаватора во время работ и восстановлению не подлежал. Но второй, очень похожий на уменьшенную копию летающей тарелки, оказался почти идеально целым. Вот эти все находки, они будоражат воображение, заставляют думать о том, что не все так гладко в нашем доисторическом прошлом, что нужно проникать в него уже с другими какими-то намерениями. Кстати, раньше, на этом же участке Кузнецкого угольного бассейна, горники натыкались на бивне мамонта, но кости находились на глубине примерно на 15 метров выше обнаруженных дисков. Из этого всего специалисты сделали вывод, что странные артефакты гораздо древнее мамонта. А совсем недавно исследователи обнаружили такой же по форме диск, но гораздо больших размеров. Его диаметр составил почти 4 метра. Когда попробовали просканировать находку, то оказалось, что внутри есть нечто, указывающее на искусственное происхождение артефакта. В одном случае из найденных недавно дисков мы встретили высокое содержание окислов железа. То есть не все атомы железа успели диффундировать в окружающее пространство, и часть железа осталась внутри этой находки, внутри каменного диска. Мало того, внутри оказалось еще несколько вкраплений какого-то более плотного металлического образца. Что это за металл и что это за изделие, сказать сложно. Пока мы его видим только на рентгене. Вся упомянутая выше хроника обнаружения странных предметов явно противоречит стандартной логике академической науки. Поэтому подобные находки не афишируются. Более того, тщательно скрываются. Но это не означает, что над ними не работают исследователи и не пытаются разгадать загадки их происхождения и принадлежности к какому-то определенному этапу развития земной цивилизации. Загадочный артефакт, который в 1974 году откопали в песчаном карьере близ румынского города Айуд, занимает особое место. Слой, в котором он был найден, никак не соответствует времени появления вообще каких-либо орудий труда у доисторического человека. Его долго держали как бы в туне, не изучали, потому что тогда, не только потому, что это был период правления Чаушеску, но и потому, что это было просто советское время и в Румынии, и везде в странах Восточной Европы. Тогда что-либо выпадающее из нашей привычной парадигмы, оно все подвергалось как бы секречению и полной обструкции. Что же это на самом деле? Действительно, внешне предмет напоминает топорик. Его длина 20 сантиметров. Сквозь тело просверлены два отверстия. Они разных диаметров. Располагаются отверстия под прямыми углами друг к другу. В нижней части более крупного из отверстий заметна овальная деформация. Очевидно, это результат того, что в него вставляли некий стержень или рычаг. На верхней и боковых поверхностях предмета заметны следы от тяжелых ударов. Рассмотрев все подробности вкупе, ученые высказали мнение, что объект является частью какой-то специализированной машины. Первичный анализ тела предмета показал, что оно изготовлено из алюминия. В прессе одно из названий – аютский топорик. Хотя форма, в общем-то, достаточно для топора сложная. Но на нем есть следы механического воздействия, как будто им ударяли. Хотя другая точка зрения, с которой я знаком, что это деталь какого-то механизма. Потому что действительно делать из алюминия топор глупо. Повторные металлургические пробы лишь добавили загадок, окружающих аютский артефакт. В Горнорудном научно-исследовательском институте были сделаны анализы, которые показали, что предмет изготовлен из очень сложного металлического сплава. Данный сплав состоит из 12 разных элементов. Среди них медь, цинк, свинец, олова цирконий, кадмий, никель, кобальт и висмо. Также в очень небольших количествах в артефакте были обнаружены следы галлия. Это вдобавок к основе – алюминия. И было это настолько поразительным, что через несколько дней после этого анализа, после этого открытия, топорик исчез. Исчез на несколько лет. И где он находился эти несколько лет, никто не знает. Уже с ним попрощались. Такое ощущение, что его забирал кто-то еще и где-то еще изучал по-своему, где-то со своими какими-то методами, как-то отлично от того, как это делали румынские ученые. Кстати, алюминий, содержание которого в аюдском топорике больше всего, один из наиболее распространенных элементов в земной коре. Однако в природе его можно встретить только в форме соединений компаундов. И еще один любопытный факт. Алюминий был открыт в 1825 году. А в промышленных целях его стали добывать только на рубеже 19-го и 20-го веков. Сам процесс производства алюминия очень сложный. Согласно горно-металлургической терминологии, это электролиз рут в расплавленном состоянии при температурах до 1000 градусов по Цельсию. Невозможно себе даже представить, что подобное высокотехнологичное ремесло могло быть не только известно, но и практиковалось в ту эпоху, когда на нашей планете обитали мастодонты. Ортодоксальная наука утверждает, что в ту пору и человека-то на Земле не было. Кто же тогда мог оставить этот таинственный артефакт? И каково могло быть его истинное предназначение? То есть это такой аномальный археологический объект, АО, который не имеет аналогов в мире ни по своему составу. То есть металлографический анализ показал, что там 89% алюминия в сплаве. Невозможно его идентифицировать по функциональной принадлежности. И не с чем сравнить. То есть с точки зрения научной методологии он не несет конкретной информации. Находка из аюда действительно загадочно исчезла после исследований в Горнорудном институте. Сам по себе факт пропажи вызвал множество кривотолков. Кто-то даже счел это некой мистификацией. Однако спустя два десятилетия немецкий историк и эксперт по аномальным явлениям Михаэль Хезиман случайно напал на след топорика. И след этот оказался в соседней стране. В 1994 году в венгерском городе Дебрецен проходил съезд уфологов, где Хезиман выступал со своими лекциями по странным артефактам. В перерыве между заседаниями к немецкому исследователю подошел незнакомец и заявил, что пропавший аюдский топорик на самом деле никуда не пропал, а находится в надежных руках у румынских уфологов. Вскоре Хезиман уже держал в руках таинственный предмет, который поверг исследователя в шок своим внешним видом, явно говорящим о невообразимо древнем происхождении находки. На мой взгляд, древность аюдского артефакта не вызывает сомнений, несмотря на то, что мы не можем уверенно говорить о его возрасте. И откуда такой артефакт, сделанный практически целиком из алюминия, взялся в глубокой древности, возможно, на мой взгляд, три варианта. Первый – это след высокоразвитой цивилизации, которая практически не оставила других следов, прежде всего производственной базы. Второе – что этот артефакт имеет, скажем так, инопланетное происхождение, каким-то образом попал в залежи песчаного карьера. И третий – это предположение о параллельных мирах. То есть, грубо говоря, что он провалился из человеческой цивилизации, из параллельного мира. После того, как о сенсационной находке стало известно общественности, скептики тут же заявили – аюдский артефакт – обычная фальсификация. Данный предмет был подброшен шутниками в песчанный карьер к древним костям мастодонта для создания ажиотажа и насмешки над академической наукой. Исследователи возразили, что этот условный топорик не может быть шуткой, так как покрыт окисью. Действительно, у алюминия есть такое свойство – покрываться со временем особой пленкой, предотвращающей процесс коррозии. Скептики не сдавались и продолжали настаивать, что топорик подброшен. И если не в наши дни, то сто лет назад, когда началась эра промышленного производства алюминия. Но раньше невозможно. С моей точки зрения, нет смысла даже подозревать аюдский артефакт в том, что это современная подделка. Потому что фальсификаторы преследуют всегда две цели – деньги и слава и известность. Либо одно и то, и другое. Но было бы глупо, допустим, подделать картину Рембрандта и рисовать человека с мобильным телефоном. Потому что сразу будет видно, что это фальшивка. Так и здесь. Чуть позже оказалось, что окисная пленка на аюдском артефакте имеет толщину более миллиметра. А должна быть всего несколько микрон, если принять версию скептиков, что топор попал в карьер максимум 100 лет назад. Но толстый слой пленки говорит о том, что возраст таинственной находки превышает несколько сотен тысяч лет. Значит, ни о какой фикции речи идти не может. Вот в чем прелесть аюдского артефакта и подобных ему других находок – в том, что подделать толщину окисного слоя на алюминиевом изделии или на изделии из любого другого цветного металла – невозможно. То есть известно, что любой цветной металл, в отличие от обычного железа, не ржавеет, а окисляется, причем окисляется только на поверхности. Окисление свежего металла происходит очень быстро, но после того, как возникает вот эта окисная пленка, скорость окисления резко падает, практически останавливается. Специалисты, исследовавшие аюдский объект, а среди них были и опытные археологи, и палеонтологи, и даже инженеры-технологи, не смогли опознать предмет или даже установить сходство с современными машинами или с компонентами машин. Один из авиаконструкторов высказал весьма революционное предположение. Аюдский артефакт мог служить противовесом посадочной ноги опоры небольшого пилотируемого летательного аппарата неземного происхождения. Например, как у посадочных модулей современных космических кораблей, которые работали по лунной программе СССР и США. Можно предположить, что доисторический межпланетный аппарат должен был произвести мягкую посадку на поверхность Земли. Алюминий, из которого изготовлен артефакт, может быть веским словом к доказательству подобной версии. Это легкий и прочный материал, который используется в современной авиационной промышленности, а также в строительстве космических кораблей. А второе доказательство – те самые два отверстия в предмете. Они, по всей видимости, играли роль приспособления для фиксирования ног опор спускаемого аппарата. Свидетельство этому – следы царапин снизу и по краям. Правда, некоторые исследователи дают царапинам другое объяснение. На мой взгляд, действительно, следы механических повреждений на аюцком артефакте – это, скорее всего, свидетельство вторичного нецелевого использования. То есть древние люди нашли этот предмет весомый, тяжелый. Можно им что-то колоть, что-то бить, не понимая его первоначального предназначения. Насчет так называемого первоначального предназначения большинство исследователей склоняются к мнению, что таинственный предмет из аюда – все-таки деталь неземного искусственного объекта. Возможно, что этот объект не был даже управляемым, а был автоматическим зондом, отправленным с большого корабля, изучающего нашу планету с околоземной орбиты. Этот зонд пролетал над территорией современной Румынии миллионы лет тому назад и, возможно, совершил посадку в доисторической долине реки Муреш. А потом произошла авария, и зонд навеки остался в Трансильванской земле. Его обломки не пощадили ни времена, ни стихия. Однако не все части внеземного аппарата исчезли навсегда. Кое-что попало в мелководье реки и перемешалось с костями мастодонта. А кое-что оказалось в руках наших древних предков, которые стали использовать непонятные предметы по своему собственному усмотрению и пониманию. В данном случае – в качестве топора. Топорик из аюды – это одна только частичка целого сонма, огромного количества находок. Если взять земной шар, то практически со всего земного шара можно собрать десятки и сотни подобных находок, не умещающихся в нашу историческую парадигму, как сейчас принято говорить. За прошедшие три с лишним десятилетия исследователи так и не смогли разгадать загадку аюдского артефакта. Не удалось определить его возраст. Абсолютно неизвестно, практиковалась ли технология производства алюминия в доисторические времена. Гипотеза о космическом происхождении предмета, посланного на Землю представителями внеземной цивилизации, кажется вполне разумным объяснением. Но она не имеет доказательств. То есть топорик из аюда так и остался тайной за семью замками. И никакая методология его идентификации не работает. Его не с чем сравнить. Его невозможно датировать, потому что он оторван от культурного слоя. То есть вот конкретной информации исторической он не несет. Но при этом, как аномальный артефакт, он нам демонстрирует прежде всего одну простую вещь. Что наши знания о древнейшей истории человечества очень скудны, а может быть даже просто в принципе неверны. А в это время археологи и исследователи аномальных явлений продолжают натыкаться на предметы, которые не менее загадочны, чем аюдский артефакт. В 1991 году геолого-разведочная экспедиция искала золото на приполярном Урале. И вдруг в пробах песка ученые обнаружили множество странных пружинок. Самые крупные из загадочных предметов достигали от 2 до 3 миллиметров. А остальные можно было рассмотреть только в сильный микроскоп. Пружинки напоминали спирали современных ламп накаливания, только очень миниатюрных. Специалисты Уральского отделения Российской академии наук достаточно быстро определили, что это чистый вольфрам. Однако вольфрам в природе встречается только в виде соединений. Самое удивительное то, что загадочные пружинки были обнаружены в нетронутых цивилизаций местах на глубинах от 6 до 12 метров. А это соответствует эпохе Плейстоцена, или 100 тысячам лет до нашей эры. Ученые ломают голову и не могут найти ответ на это аномальное явление. И самая последняя находка. Она была сделана археологами из Санкт-Петербурга в 2012 году на Камчатке, в 150 километрах от села Тигиль. Исследователи наткнулись на странный камень, состоящий, казалось бы, из нагромождения колесиков или шестеренок, слитых в единую массу и впечатанных в вулканическую породу. Анализ показал, что это действительно металлические части. А возраст их составляет около 400 миллионов лет. Находка напоминала механизм часов или вычислительной машины. В полном смысле слова, до потопного периода. Подлинность находки сертифицирована. Американские ученые исследовали артефакт и подтвердили, что это именно машина. Но ее тайну, как и тайны других артефактов запретной археологии, мы пока разгадать не в состоянии. Редактор субтитров А.Семкин